МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Набережных Челнах стартовал обучающий модуль образовательной программы конкурса стратегических инициатив «Локомотивы роста». Он призван привлечь талантливых специалистов в реальные секторы экономики и производства. В качестве площадки, открывающей объемную образовательную программу конкурса, была выбрана фабрика процессов. Учебный центр КАМАЗа, который радушно встретил участников проекта, нацеленных на победу, и почетных гостей. Более 70 участников образовательной программы были отобраны из 300 человек по итогам тестирования. Счастливчики в рамках проекта получат знания об успешном опыте развития ключевых предприятий, технопарков, производственных кластеров. Лучшие лекторы и практики откроют им все тонкости аналитического мышления, антикризисного и инновационного управления. «Будет таких 5-6 модулей. Мы побываем в течение года на Татнефти, мы побываем в Зеленодольске, мы побываем на крупнейших предприятиях Татарстана и Федеральном университете. В итоге мы отберем кадровый резерв для республики, для наших предприятий. Вы знаете, здесь абсолютно разная компания собралась. Здесь есть студенты, работники, муниципальные служащие. Мы здесь видим тех, кто попробовал себя в бизнесе. Здесь есть фермеры. Но все они объединены одной большой целью. Они хотят расти, они хотят улучшать качество своей жизни и улучшать жизнь республики и родной страны». По итогам обучающих модулей, знакомясь с передовыми управленческими технологиями, участники образовательной программы будут решать кейсы, получат возможность предложить свои самые смелые идеи. «В первую очередь это саморазвитие. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы совершать свои какие-то профессиональные навыки, общие знания. То есть работа в команде, безусловно, для меня важна, так как я работаю с исполнительным комитетом». «Мы им даем и возможность, и знания, и наставников. Посмотрите на список наставников. Там руководители крупнейших предприятий республики, руководители крупнейших вузов республики. И если они, просматривая портфолио и результаты по каждому этапу, вот здесь, например, на КАМАЗе, им будут даны кейсы, КАМАЗ же тоже хочет решить определенные вопросы, да? И если они при ответах на эти вопросы дадут там интересные идеи, это все будут отслеживать наставники». В рамках первого обучающего модуля состоялась деловая игра «Производство самолетов». Команды общались в инфоцентрах, определяли ключевые проблемы и пути решения, выстраивая производственный процесс. За определенное время им нужно было собрать требуемое количество бумажных авиамоделей с согласованной длиной корпуса и возможностью полета на расстоянии не менее двух метров. «В целом процесс этой игры очень познавательный. Он на самом деле дает понять, насколько ты можешь управлять командой, насколько ты можешь организовать команду, насколько ты вообще понимаешь процесс бизнеса». «Всплотились, чувствуем себя единой семьей, то есть видите, у нас даже конверт прошел, внедрили какие-то системы кайдзен». Финальным заданием по завершению всей насыщенной образовательной программы станет кейс-чемпионат от ведущих предприятий и Министерства экономики Татарстана. Победители получат возможность пройти стажировку с последующим контрактным трудоустройством на крупнейших предприятиях республики. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Тысяча двигателей до конца года. Такое количество новых рядных шестицилиндровых моторов планируют выпустить завод двигателей КамАЗа. К цепочке построенных производственных участков, заточенных под создание новинки, теперь добавится современный и просторный склад для нужд нового конвейера, стыковки, окраски и доукомплектовки. Он сэкономит время дизелистов и надежно сохранит комплектующие и готовую продукцию. Склад общей площадью почти 5000 квадратных метров – один из этапов реализации проекта «Тибет» по производству рядной шестерки. Теперь маршрут, на который раньше тратили время, доставляя на склад готовую продукцию, сократился более чем в 10 раз. У нас заработала новая линия стыковки и окраски. Для реализации силовых агрегатов маршрут мы проводили до 400 метров до зоны отгрузки. Сейчас, как мы видим, это буквально 30 метров и уже продукция попадает на склад. К строительно-монтажным работам приступили в прошлом году. Был проведен демонтаж расположенных здесь испытательных боксов, ремонт кровли. Демонтированы бетонные перекрытия. Площади были утеплены, снабжены мощной вентиляцией, удобными стеллажами. Теперь сюда будут отгружаться силовые агрегаты. Здесь будут надежно храниться компоненты для коробки передач, комплектующие для стыковки. Завод преображается. Развитие завода идет большими темпами, огромными шагами. Это повышение имиджа как завода двигателей, так и для компании «КамАЗ» в целом. Рядом, буквально за стеной, растет вторая зона склада. Здесь более 20 лет работала линия сборки и стыковки двигателей В8. Сам конвейер демонтироваться, будут заливаться новые полы. То есть тут будет находиться склад логистического центра, куда будет поставляться мелкосерийная продукция. Сейчас мелкосерийка складируется на расстоянии 800 метров от нового конвейера стыковки. А это потери времени и затраты на ГСМ для погрузчиков. Работы здесь завершат до конца года. Что же касается уже готовых апартаментов для продукции, отсюда в начале года уже произвели первую тестовую отгрузку моторов. А с февраля склад заработает в полную силу. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Проекты второй волны КамАЗовского акселератора вошли в экспертную трубу. За этой немного странной фразой скрыты колоссальные возможности, которые предоставляет автогигант всем, кто готов делиться своими идеями. Отстаивать важность собственных проектов не только для личного роста, но и для всей компании. Формат корпоративных акселераторов – это новая форма коммуникации, продиктованная современными темпами развития общества. За аэродинамикой в экспертной трубе наблюдала Екатерина Романова. С первых минут работы второй волны корпоративного акселератора КамАЗа участники взяли высокий темп, энергично обсуждая и отстаивая свои идеи. 18 команд и 5 минут на защиту проекта у каждого из экспертов. Это похоже на быстрое свидание, только влюбиться надо в определенный производственный процесс. Задача же экспертов – помочь, научить, подсказать, разобраться в самой сути предложения. Правильно скорректировать идею, правильно понять, где они заблуждаются, а где они, безусловно, правы. И дальше уже, соответственно, после этой обратной связи они смогут идею свою улучшить и выйти с ней на защиту. Старт второй волны был объявлен в ноябре прошлого года. Организаторы получили 93 заявки. К предзащите допускаются все без исключения. А вот к полноценной работе приступят единицы. Мы на выходе ожидаем, что после отбора у нас будет порядка 10 проектов, которые пойдут уже в полноценную программу акселератора. Сама идея развития внутреннего предпринимательства – это такой хайп. Причем не только на КАМАЗе, по всей стране. Сейчас это одна из главных корпоративных стратегий в области развития персонала. Новый формат обучения, который позволит собрать идеи и за какой-то кратчайший период получить результат. Этот формат меняет мозги. За короткое время он держит тебя в тонусе и он настраивает тебя все время работать, бегать, искать, копать, спрашивать и так далее. И понимать, действительно, это кому-то нужно или кому-то это не нужно, то, что ты делаешь. Если же говорить о результатах первой волны корпоративного акселератора, на финишную защиту вышли 8 работ. Шесть из них в итоге получили финансирование порядка 20 миллионов рублей и приступили к реализации. А опыт, полученный в ходе работы над ошибками всех участников проекта, подтолкнул их к новым идеям, помог более четко формулировать собственные производственные предложения. Мы общаемся друг с другом, мы понимаем плюсы, минусы. Правильные вещи нам говорят, чтобы мы их учли и во всеоружии подошли к защите наших проектов. Даже если не все идеи смогут оформиться в полноценные проекты. Проверить свои гипотезы, обсудить их с опытными экспертами – это отличная возможность выбрать верный путь к реализации новых производственных проектов. Екатерина Романова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. В ногу со временем в IT-парке представили мобильное приложение для работников автогиганта. КамАЗ Мобайл – один из первых в стране сервисов, разработанный специально для конкретного предприятия. Такой сервис на ладони объединил десятки операций в одном приложении, что позволяет экономить время заводчан. Теперь одним кликом можно вызвать такси, заказать справку или запланировать командировку. Все, что нужно – это иметь мобильный. Проект мобильного приложения – ответ наступающий на пятки цифровизации. Так говорят разработчики о самой идее создания такого сервиса на ладони. В ее основу легло желание сделать жизнь заводчан удобнее и проще. Посмотрели на все современные тенденции, которые есть на сегодня на рынке. И придумали это сделать через мобильное приложение. Дальше мы уже наполняли функционал мобильного приложения еще дополнительным функционалом, таким как заказом командировки, заказом такси, получением справок или заказом справок. Появление мобильного приложения позволило ускорить процессы получения информации. Теперь все в одно касание. Таким образом можно и уйти от бумажного документа оборота, ведь одно из функций приложения – расчетные листы прямо в телефоне и раньше обычного срока. Но и это не все привилегии. Появилась возможность смены пароля от доменной учетной записи. И также каждый работник сможет поменять индивидуальную пароль самостоятельно, не обращаясь в контакт-центр. Улучшена система безопасности мобильного приложения. Поддерживаются все последние версии операционных систем мобильных устройств – это Android и iOS. Для молодежи автогиганта последние обновления приложения станут настоящим подарком. Ведь при их создании учитывались последние мировые тренды. Кроме этого, КамАЗ Мобайл облегчит жизнь и остальным заводчанам. С последнего обновления мобильного приложения у нас появилась возможность использовать сканер отпечатка пальца или Face ID для подтверждения индивального пароля. Также у нас обновился раздел командировок, активные заявки. Теперь можно посмотреть более подробную информацию о ваших текущих заявках, их продлить, отменить. В мобильном приложении появилась и адресная книга пользователей автогиганта. Сейчас их около 6 тысяч. Раньше все нужно было заказывать, ходить ножками. А тут зашел в приложение, заказал справку. Например, нужно в ВНДФЛ или справку о субсидии. Все можно заказать онлайн. Мне понравилось то, что расчетки пришли раньше в электронном виде, чем напечатанные. Так что советую всем камазовцам переходить на это мобильное приложение. Приложение КамАЗ Мобайл постоянно предлагает пользователям новейшие обновления. Но работа над совершенствованием сервиса никогда не прекращается. Сейчас разработчики трудятся над созданием чат-ботов, виртуальных помощников, которые уже в будущем году смогут предоставлять необходимую информацию по различным запросам сотрудников КамАЗа прямо из мобильного. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. В набережных Челнах прошли лыжные гонки среди работников предприятий и организаций. Традиционными участниками этих соревнований на протяжении многих лет являются и сотрудники КамАЗа. Морозная погода не помешала всем собраться на природе. Более 30 заводчан решили провести выходной день вместе. По их словам, они примут участие и в лыжне Татарстана. Такие мероприятия на свежем воздухе не только закаляют организм, но и сплачивают коллектив. В рамках оздоровительного, просто чтобы наши уважаемые работники, коллеги, чтобы были всегда здоровы и вот в такую морозную солнечную погоду смогли прокатиться, познакомиться, пообщаться. Каждый год участвуем мы в лыжне России. Это дает здоровый образ жизни, во-первых, и так интерес, какое предприятие быстрее. Доброе дело в четыре лапы. Волонтеры КамАЗа продолжают акцию 50 добрых дел, приуроченную к юбилею автогиганта. После корпоративного отпуска нервонадушные заводчане направились в приют Азира, чтобы навестить четвероногих друзей. К слову, морозная погода не испугала добровольцев, ведь взамен они получили намного большее время, проведенное с настоящими друзьями человека. Убрать снег, избавиться от льда, положить новое теплое сено в будки – работы в собачьем доме накопилось немало. Работы зимой на самом деле побольше, учитывая, что осенью надо было убрать всего лишь листья, а здесь убрать снег и все такое, положить сено, чтобы было тепло спать. Сейчас в приюте Азира порядка ста собак. Одни ласковые, другие подпустят к себе не каждого. Однако всем без исключения необходимо внимание, которое заводчане старались уделить каждому. Сейчас работы намного больше, приют в данный момент очень нуждается в нашей помощи, потому что у них банально даже корма нет, покормить собак и погулять с ними особо никто не может, потому что волонтеры сейчас все в меньшем и меньшем количестве. Такую простую для человека и важную для четвероногих помощь волонтеры планируют оказывать несколько раз в сезон. Сегодня это уже 14-е доброе дело, которое идет не только в копилку акций, приуроченных юбилея автогиганта, но и в список самых ярких дней самих заводчан. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. До весны остался месяц, он уже начался, и это самый короткий месяц в году. Что хорошо. Встречаемся в следующий раз 11 февраля в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются ежедневно, без выходных. На этом нам Ксения Чернильцевой и Павлу Михнула остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин